Я думаю, что мы видим очень хорошие и светлее перспективы культурных обменов между нашими странами. Культурный обмен между Россией и Кореей очень динамично развивается, особенно в течение 2-3 года. Расширяется обмен между гражданами двух стран, расчет, конечно, взаимный интерес. Производство это, благодаря тому, что мы реализуем потенциал экономического и политического сотрудничества. Граждане России каждый день ездят на карьеском машине Hyundai Kia и тоже используют смартфоном, телевизором и холодником Samsung и LG. Таким образом, я думаю, что Россия найдет очень надежный народ карьеских продуктов. Конкретно говоря, в мае и сентябре в этом году, в этом году, Корея и Россия определили и проведут культурные программы. Поэтому разные мероприятия мы приготовили. Российскую, красительскую музыку и литературу, живопись и тоже, конечно, балет, опера. Именно писатели Пушкина и Торстова, и, конечно, Достоевского и Чехова. Они очень любят карьесиков. Я даже тоже читаю их роман на карьеском языке, когда я молодой студент. И тоже композитор, композитор Чайковского и Крисина. И художник Репина, Айбаджовского. Знакомый, очень любим карьесиков. Поэтому я думаю, что такие обмены культуры в Корее и в России играют очень важную роль для развития наших отношений между двумя странами. Я думаю, что общие граждане двух стран есть три особые пункта. Судьба и характер наших народов, наших двух стран народов, многие общие. Во-первых, наши народы, конечно, миролюбимы. И пережили много испытаний и вызов за долгую историю. Народы двух стран более двух тысяч лет отражали большое повышенное настощение нашествия. Во-вторых, народы Кореи и России обладают чувствовательным и восприемлемым искусством, которые играют очень важную роль в обмене культуры. И благодаря способности наших народов к воспринятию, доскиденья трудной традиционной культуры были обогащены и другими культурами. В-третьих, общими чертами наших народов является религиозная вера и тоже философское мысление. Россия приняла христианство, понимаете, в 10 веке, и Корея приняла буддизм. Это формировало двух духовных мир России, россияне и корейцев. Зачем уже в 20 веке Корея приняла христианство тоже, и сейчас больше, чем 40% населения является христианством. Я думаю, что это необходимо налаживать честные связи, укреплять взаимопонимание между парламентарами, конечно, вручая обмену между народами. Для прекращения ненормальных действий северного корейского региона, я думаю, что сегодня члены Купала, международные дипломатики, которые проведут сегодня семинары здесь, после их визита в Корее, очень имеют глубокий смысл. Таким образом, они могут вносить в Град для взаимопонимания, укреплять взаимопонимание. Я надеюсь, что они поделят своим опытом и визита в Корею, и расширят общие интересы. Я надеюсь, что представители разных кругов в дальнейшем будут чаще обращаться и конструктивно обмениваться мнениями и визитами, чтобы реализовать какие-то конкретные результаты укрепления мира и взаимопротивления. Я думаю, что обмен парламентарами это поэтому очень имеет большое значение для реализации нашей общей жизнью нашего общего народа.